Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 был рассказал по поводу нашей повестки дня. Глава Александрович, Вам несколько слов по поводу документов. Я хочу добавить, что все необходимые документы, то есть 40 до полными, и если не бывает по каждому из них высушить, то это можно сделать. Восколько? Это он закончил? Так что это выпускник нашей кафедры и для отделения окончил магистратуру в 12-м году с галфик-залем по истории, по фибрософии, по призыву. Далее завершил почную аспирантуру в 16-м году. Ну и его дело было рассмотрено на кафедре и на галфикации тех, кто за их защитился. Ага. Наверное, вопросов по документам нет. Все это не понятно. Никогда вам оставляется 20 минут для изложения основных положений. Добрый день. Меня зовут Дмитрий Александрович. Я читаю децентацию «Коррекция системических записей и явление верхней части разреза с сохранением генематики проживных фонд соответствующих классов и моделей среды». Сегодня все более актуальным становится поиск низкомплитудных малоразменных структурных аномалий с подречными размерами 25 км и 2,15 метров. Однако зачастую из-за некорректного учета неоднородности ВЧР не обеспечивается необходимая точность структурных построений. Поэтому правильный учет неоднородности ВЧР является актуальной задачей. Цельной работой являлась повышение точности структурных построений и достижения данной цели требовалось решить следующую задачу. Исследовать как разные способы учета компенсации неоднородности учеба влияет результат кинематической инверсии, проанализировать зависимость от того влияния размеров неоднородности и продолжить более корректные способы учета неоднородности. Практическое значение сопротивляется высокой стоимость бурения поисковой скважины. Структура в первой части будет показано две возможности учета неоднородности. Первый с помощью аппарата статических поправок, а второй с помощью включения неоднородностей власт промежу скоростной модель сведы. Во второй части будет показан новый способ реализации готовых погодят рожжан наполнения. Неоднородности учеба искажают полнопое поле, приходящее от глубинных целевых коризонков. К этим неоднородностям относится рельеф, зона малых зерастей, зона многолетних пород и различные переменные временные факторы. Традиционно для компенсации влияния неоднородности человека используют аппарат статичный, который базируется на предположении, что луч вертикален от источника до линии приведения и от линии приведения до приемника. Такой луч изображен на рисунке красным цветом. Однако его траектория отличается от траектории реального луча обозначенного синим. Наиболее благоприятная ситуация, это когда зона малых скоростей сложена действительно низкоскоростными породами, а растилающий слой высокоскоростной. Тогда погрешности модели статик минимальны. Хотя в реальности абсолютная вертикальность луча никогда не обеспечивается. Особенно в случае присутствия верхней части разрезов скоростных пород, например, межлота. Предположение вертикального луча позволяет не цепь уравнения, которое стало традиционным для большинства алгоритмов коллекции из остаточных сделок. Данная система уравнения обладает следующими свойствами. Ее дефект 3M4, дефект полной системы, четырехапторной системы. В работе Глебова показано, что для разных систем наблюдения он может достигать 10, для 3D наблюдений. А в работе глаголского почетана показано, что если устранить дефект, то есть зафиксировать решение в N различных точках на 100 метрах природных данных, то система предстоит быть вырожденной, но остается плохо обусловлен. То есть требуется определенная информация для учета ЛЧР. Формально разделить глубинные и порядочные факторы нельзя. Однако для этого можно привлекать аппарат к интерактивной интерпретационной методике коррекции учета неоднородностей, когда на основе перечисленных принципов. Тем не менее, этот аппарат работает в рамках методики статики, то есть предполагает с вертикальностью ЧА. Таким образом, метод основанный на статических поправках, он удобен с той точки зрения, что он просто использований технологичен, можно построить, описать годограф любой, описать годограф и привести его к виду удобного для суммирования. Однако, как бы, это может приводить к серьезным структурным подрежностям, поэтому нужно не мастериться. Например, второй альтернативой является учет этих неоднородностей не с помощью статики, а с помощью включения саму модель среды, что мы покажем далее. Таким образом, в продолжении предыдущего слайда у нас есть неоднородности, имеем сложный годограф. Как его описать? По крайней мере, существует два способа. Первый это традиционный. Мы компенсируем неоднородности аппарата в статике, упрощаем годограф. Второй способ стоит в учете неоднородности внутри самой модели. тогда что-то годограф остается продолжать быть сложным, но чтобы его описать, можно использовать это динамическое преобразование. И мы сравним результаты решения обратных задач, получаемые при использовании этих двух разных способов. Это было протестировано модельных данных. Здесь пример модели и скоростной пластовой три слоя постоянной пластовой скорости 800-1800-3000 мс, но разные мощности. Масштаб искажен. Длина круга 30 км, а глубина всего 1,5 км. Эти пикеты обозначают сейсмограмму ОСТС, то есть вертикальная линия обозначает пикеты сейсмограммой ОСТС, которая показана далее. Очевидно, что из-за сильного контраста скоростей формы границы сейсмограммы как же непростые. Дополнительно в эти сейсмограммы выделены поверхностно-согласованные случайные равномерно распределенные давали плюс-минус 10-20 секунд поверхностно-согласованные сдвиги для пунктов жилокрасных границ, для пунктов приема синий и это просто сумма для совмещенных в ВПП. Приступаем к обработке этих модельных данных. Первым способом мы учитываем все статикой, то есть гиперболизируем гадографа и строим на основе гиперболического описания глубинно-скоростной модели. Получаем такое решение. Синее, левое, это истинное положение горизонта, красное, это найденное. Здесь нет первого горизонта в ВТ, потому что он был замещен в водном статике. Погрешности в глубина достигает, видим, 50-100 метров. В скоростях тоже. Имея погрешность, например, до горизонта А, 250-950 метров в секунду. Таким образом, аппарат, основанный на учете всех неоднородностей в ВЧР с помощью статики, дал результат с дремлемой большой погрешности. То есть используем второй способ. Второй способ, мы неоднородности оставляем внутри самой модели. Так как отографы сложные. Как их описать? Описать можно с помощью пенематического динамического преобразования. Этот метод, разработан Владимиром Маркевичем Глагосским, он состоит из трех шагов. Чтобы проследить, например, Т0 на разрезе дремленного, можно сделать нехероприотные модели, можно даже не брать, а симпатия существенно упрощается при переходе в глубинную область. Ее несложно прокоррелировать. После этого решаем прямую задачу и устанавливаем петлю, которую мы не могли бы никак на дремленном разрезе проследений. Метод был обобщен Ландомом Сергеем Геонидовичем для прослеживания готовых на сейсмограмму. В последствии шагов такая же, только дополнительно производится оценка остаточной генематики на сейсмограмму по 7 раз, которая не мог описывать с этим географом. Итак, обрабатываем модельные данные. Геофизикам обрабатывающим из опыта известно, что при миграции данных, в которых имеются высокочастотные подвижки, низкочастотная компонента сигнала может быть накоплена, и ее удается проследить в глубинной области. Это вообще один первый из трех ключевых моментов в работе. Здесь изображены сейсмограммы SIG, то есть Common Image Geyser после миграции. Они соответствуют тем пикетам, как сейсмограмма ОСТС, которые были показаны ранее. Остаточная генематика неплохо присутствуют и первые. Мы ее оцениваем вот спектр гиперболичности и восстанавливаем времена. Восстановив такие времена, то есть мы теперь можем получить гадограф от глубокой границы. Он будет иметь сложную форму. И этот гадограф со сложными... Почему сложный? Потому что неоднородство еще раз остались в самой модели. И это нам позволяет использовать более длинный гадограф для оценки остаточных подвижек. То есть мы корректируем остаточную статику и восстанавливаем модель. И получаем результат близкий к идеалену. У нас погрешность 10 горизонтов это уже есть, потому что замещение не делалось. Погрешность в глубинах по среднему плюс-минус три метра. В скоростях тоже до 10-12 метров доходит. Метод хорош, но инимателем анонимическое преобразование. Хороший метод не во всех ситуациях, в случае миграция, которая является неотъемлемой частью этого преобразования, можно гарантировать упрощение готографа на глубинном разрезе. Поэтому необходим другой подход. Особенно когда у нас верхняя часть очень сложная или система наблюдения очень редкая. У нас метод может это не работать. Тогда есть альтернативный метод. Это мы уже переходим ко второй главной части презентации. То есть первая закончила, начинаем вторая. Мы делаем характеризацию готографа УГТ, например, гиперболой, оцениваем остаточные относительно гиперболы, выделяем главную компоненту статики и вводим ее обратно в годов. Схематически это будет так. У нас готограф после всех операций оценивает и статики вытягивается в такую гиперболу, затем из всей компоненты статики. Но как помню из выводов первой главе гиперболический готограф нам не позволяет построить глубинно-скоростную модель с хорошей точностью. Поэтому мы возвращаем его к предпринимаем шаги 3 и 4, добавляем к нему гладкую компоненту статики и получаем такой гиперболу. И именно его используют для решения обратной задачи. Эта методика была опробована на 3D-данах других, а она уже более сложная, была предоставлена с инфраструктурными гиперболами. Здесь у нас сечение куба скоростей продольных лон, куба скоростей поперечных полных кубов 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 это показывает интервал разреза от 1 до 1 км, а это нижняя часть разреза от 1 до 2 км. Имеются низкоскоростные слои, высокоскоростные аномалии, низкоскоростные области сводлинивания, также имеются инферсионные слои. То есть моделирование довольно сложное приближено к реальности. Парабеты моделирования описывать не будем подробно. Отметим большой шаг между линиями пабай и линиями пабай при соответствии метро соответственно. При такой системе наблюдений мы не можем получить отражение от неглубоких горизонтов. То есть мы не можем построить модель VCH по отраженным волнам. По преломленным тоже у нас не получится, потому что там имеются скоростные тонкие пачки и инвестиционные слои. Здесь пока показываем. Как с этим бороться мы разберемся позже. Здесь изображены два примера сейсмограммы ОГТ в виде сечений в оси X. KXKY это просто индексы в среде сейсмограмма ОГТ и индексы сечений. Здесь показаны примеры. Там в предыдущей сладе были все отражения. Здесь только одно отражение, но в другом виде сейсмограмма изображена тоже ОГТ. Внутренние сечения выглядят так, здесь так выглядят наружу. Здесь сортировки ОСТ выглядят так. Теперь мы обрабатываем модельные данные. Здесь у нас сейсмограмма ОГТ в сортировке ОГТ шассет. Такой сложный характер это проявление азимодальности 3D-данных. Корректируя статику получаем такой готовый. Вообще говорят свойства повышенных согласованных лигов упрощать самые зонословатые сейсмограммы с помощью аппарата статик являлся для источника эмофриарности. Существует жаргон, что статик переходит в пинематику. Однако в основных целях и для описания готовых. То есть вот та методика, которая была описана. Теперь у нас есть статические поправки. Мы сделаем на две компоненты. Выделяем из них гласпу. Эту гласпу компоненту в КП в комбинации с Т0 в ОГТ мы используем для теперь комплексной терминализации готовых. Мы видим, такое описание это не гиперболическое описание. Будем называть комплексной терминализацией. Используя такую терминализацию используя ее в лоб чтобы сразу вот эти карты Т0 в ОГТ это карты параметров Т0 в ОГТ от 17го горизонта. 17го горизонта был на глубине 700 метров. Почему 17го? Потому что из всех горизонтов это первый у которого можно оценить эти параметры. а все предыдущие они либо доступны для наблюдения в области мьютинга либо длинно-ближних подальних их нет на дальней области мьютинга поэтому это первый сильный горизонт. Но на 700 метров решать задачу обратно сразу в лоб восстанавливая 17го горизонта нельзя потому что пропускать слишком много слоев 700 метров то есть толщисть 700 метров нельзя заменить одним властом со средней скоростью. Преломленные волны как говорили тоже не помогут поэтому делаем реконструкцию реконструкция это метод разработанный Владимиром Марковичем Лагосом также он это мере построения эффективной классной модели ВЧР когда для него должны быть известны два параметра так называемый опорный горизонт глубина другая времена любого при реконструкции производится ставка над опорным горизонт такого чтобы у нас времена двухслойные модели это прямые двуслойные модели совпадали с временами которые мы описали к тому годограмм у нас годограмм это последствия времена а это мы все время глагируем модель и у нас все время т прямое значит она разная я мы делаем вариации модели. Мы пытаемся минимизировать это невязок. Для чего это делается? А для того, что здесь как раз второй ключ в работе, то есть третий тут же. Уголовственно доказано, что если реальную среду в интервале от свободной поверхности до некоторого опорного горизонта, вот 17-й наш опорный, удается описать некоторым кинематическим эквивалентной средой, пусть даже неправильной, то это гарантирует правильное восстановление глубинно-скоростной модели ниже ближайшей толщины. Используем этот факт. Вот в нашей модели возвращаемся. Опорный, как 21-й, на глубине 700 метров. Первая граница – это рельеф. Серые и тревые – это реальная среда. Мы кинематику, которая работает в такой сложной реальной среде, заменили кинематическим эквивалентной двухслойной средой. Эффективная у нас модель вот на черной изображена. Немязко между двумя моделями, по рельефу, стейл, полный секунды, и сопроцентурой блоков, было достаточно, чтобы экономил параметр всех лежащих горизонтов. Но чтобы не ограничивать себя только одним методом реконструкции на этой реконструкции комплексной периметризации, сделали еще два. По-разному учли оприорную информацию. В первом методе результаты реконструкции зависит от времен, которые мы используем для нее. Поэтому мы сделали два вида реконструкций. С помощью гиперболического готового фар. С помощью контекстного готового фар. Здесь у нас оприорная информация сохраняется в самой модели. Но по-разному учитывается вся статика. Здесь тренд, в этом случае, трендово составляющий статики, используется для описания кинематики. А здесь вся статика внутри статики сидит. А третий случай, это классический, просто было интересно. Если оприорную информацию о глубине горизонта не использовать внутри модели, а пересчитать в поправки статические из-за замещения. И разберем, ну, теперь по-разному учитыванию мы продолжаем строить модель ниже. По первому пути получить такой результат пинематики для международного преобразования. Здесь фрагмент мигрированного углубинного разреза, сейсмограмма мигрированная с одного пикета, а это спектр статушной пинематики на сейсмограммах. Он унимодальный, его прогрелировать легко. Аналогичный результат получен, когда пошли по пути два. То есть и там, и там реконструкция была. Но разные времена были. Когда использовали пульт 3, то есть использовали модель замещения, потому что при модели корреляция неоднозначна, поэтому пришлось отказаться. Из трех путей осталось два. Теперь мы восстановили модель по первому пути. Там у нас была реконструкция на основе комплексной прямопризации. Мы получили некоторую модель, сделали в ней миградус, получили такой медилированный разрез. Черная трева – это результат корреляции этого динамического разреза, а зеленая – это истинный гризон. Невязка между истинным программированным не превосходит 8 метров, что для демонского горизонта располагающихся в глубине 2 км это очень даже неплохо. А когда делали реконструкцию на основе гиперболического описания готовых, вязка больше – 23 км. То есть, как по-разному учтят статику, мы получили разные результаты решения данной задачи. Заключение. На модели национальных было показано, что в некоторых случаях цепенсация для одни одного части в черт, с помощью статистов, может быть серьезной структурной ошибкой. Вот и наконец, может быть аж оценена на 100, погрешиваться 100 метров, перенесена на значение 500, а скоростью могут быть с ошибкой 800, и с назначением 1800. Чтобы этого не происходило, можно использовать внимательное динамическое образование. Рекомендуется динамическое компонент сохранять внутри самой модели, а высокочастотное не внутри модели, а учитывая обычный способ на сон общей стачке. Галатур должен быть на комплексной нормализации готовности, который заключается из составляющих гиперпомическую и статическую. Такая статематика позволяет восстановить модель ВЧР с более высокой силой. То есть, она позволяет участие в ВЧР с помощью эффективной модели. Работоспособность комплексной нормализации была продемонстрирована на множестве типов данных. Было показано, что наименьшие погрешности в глубинных скоростях получается, когда мы делаем реконструкцию на основе комплекса нормализации, промежуточное место занимает реконструкцию на основе гиперболического описания, а наибольший результат получаем, когда делаем модель смещения. И когда у нас система ледения редкая, можно комбинировать все эти три способа реконструкцию комплексной нормализации гонографа и кинематическим динамическим преобразованием научная новизна. Впервые было показано искажающее влияние средних динопериодных статических поправок на результат кинематическим версиям выполняемой R-способом и методом взаимных точек. Было опробовано кинематическое преобразование для коррекции статики, а также был предложен новый спрос для облигации готовых ОВТ. Положение. Если декомпенсации средней длинной аномалий используют аппарат статики, то могут быть ошибки получаемых ГСМ. короткие периоды неоднородности частотные можно учитывать наоборот обычному образованию статики, а не включать модель. Если использовать не обычный гиперполовик а гиперполовик плюс тренд, то точность установления ГСМ возрастает. Не может быть когда используют динамические образования. Перспективы развития исследований это у нас за рамками вопроса остались островы выделения тренда. Также можно использовать например вот такие параментализации и за рамками исследований остались динамической стороны вопроса. Спасибо за внимание. Спасибо вам. Вопросы пожалуйста. Гананов Малютный Геннадьевич Вы очень большую работу так подробно пытались изложить поэтому очень быстро и все складывалось. вот мне два вопроса. Первый я не совсем понял. Вы сравнивали это на модели, а на реальных данных обработки полевых вы этот метод использовали? на реальных данных также был проведён эксперимент. Однако подобрать для диссертации такой материал, который можно было бы демонстрировать, который подходил бы к условия задачи, то есть где была бы сильная неоднородная ВЧР и где модель статики не работает, то есть мерзлота. И чтобы ещё были факты, чтобы мы могли проверить результат, то есть скважинные данные, не удалось бы подобрать такую модель. Была модель, которую можно было показывать, можно была с сильно сложным ущербом, зона раскрепления и вечная мерзлота. Был получен некоторый результат, но был получен хороший доминный разрез. Но, как мы видели, два разреза в конце, по двум путям получены, совершенно структурный план разный, но образ динамический, а соотношение сигналов шум примерно одинаково. Поэтому при отсутствии скважинных данных нельзя было проверить метод и я иногда не удалось. Потом еще один вопрос, я задам такие. Вот два последних предмета с погрешностью. Последние. Линии, линии, посредние. Вот это, да? Вот здесь у вас как бы зеленый и черный туда кладеются, погрешность маленькая, а второе следующее. У вас черные вся выше, зеленые ниже, а это какая-то же станическая погрешность. вот здесь спадает. Вот вместе, да. и вот как-то на практические обработки. Презентация не будет включена, но есть в работе, я вам повторяю. так еще вопрос можно? Пока мы ушли от этого рисунка, все-таки я здесь вижу, у вас здесь сопоставление результатов эксперимента с исходной заданной моделью, да? Или нет? Вот что означает тонкие линии, что означают размазанные линии? Вот на обоих слайдах зеленые линии на одном и том же месте. Это истинное положение склонского горизонта. Это только он интересовал и только он интересовал там? Нет, там были множество целевых горизонтов в центре реки но этот самый последний один из самых последних два километра. И результат получен то, что над ним здесь находится, да? Тонкие линии это просто глубина форшной это график. А вот на заднем плане это мигрированный разрез. Ну конкретно покажите результат миграции для вот этой тонкой линии для этого горизонта Тогда у нас симпатность будет сидеть на тонкой линии нет такого результата в презентации. Еще вот у вас одна тонкая линия вот поставьте на нее указку да а что выше размазанное это что? вот это черное ну черное оно у вас размазанное это сигнал это динамический динамический образ это миграция результат миграции в динамике да но слава ну тут красная это симпатность а черная это корреляция это симпатность а зеленый что? это истинный горизонт а модель который был соответственно и вот у вас положено вот это результат миграции в левой части там вообще какое-то гигантское разгождение там очень была по амплитуде статические поправки когда мы показывали сейсмограммы да? корректировали статику по таким сейсмограммам нашли статику и она была максимальная в той части профиля где максимальная здесь то есть чем больше поправку вводим в данные тем больше погрешность в структурном плане у меня еще два короткие вы говорили что если просто использовать стандартную коррекцию статических поправок в рамках простой модели то там ошибка больше ну по сравнению с заданной моделью результата чем если вы используете вот этот самый сложный а вот когда вы использовали просто статику вы показали результата туда вошла погрешность в виде постоянной составляющей восхождение вы видите? там были две части а в самом начале вот вот да да тут есть некоторая систематическая погрешность можно другую скорость замещения подобрать у нас бы все поехало но вот дисперсия здесь больше неже в первом случае там у нас синие кривые совпадают а вот если все равно посадить подвинок то все равно в вариации разница дисперсия будет больше неже в первом случае так хорошо теперь еще один вопрос вот давайте так вы сказали что ну будем говорить так в большинстве жизненных случаев достаточно использовать один из двух способов третий вы там каким-то причинем отросли вот мы забыли про третий так вот про эти два случая расскажите пожалуйста последовательность процедур которые используются в первом случае и во втором где-то там миграция на каком этапе вот просто крупные процедуры каков порядок в первом способе и во втором вот эти два да только не с многоматкой а просто назовите одна процедура вторая третья прошло на первом шаге здесь по обоих способов вообще во всех случаях вы скажете про первой и про второй смена реконструкции все конструкции разобрались для реконструкции нужна некоторая определенная информация о положении что делает вот у вас есть определенная информация какие конструкции мы считаем традиционным способом Т0 ВОГТ к статику находим находим кинематику опорную и статику относительно этого гиперболического логотографа то есть стараемся подвинуть все трассы так чтобы они сели на стандартный способ определения без прикрации без ничему без обычно второй нет это еще мы нашли Т0 ВОГТ и статику 3-4 пока не смотрим статика просто здесь не изображена из всего набора статики выделяем ее делим на 2 части ну ладно этот тренд каким-то способом находим и остаток не надо деталей вы называете процедурой вот этот остаток мы вводим в данное то есть трассу подвинули на вот эту малю включену когда на остаток вот когда у нас в целом гадогограф будет гадогограф будет гладкий но он не будет гиперболичным потому что мы гладкую компоненту высчитаем обратно гадогограф какой-то гладкий такой гадогограф используем для реконструкции При реконструкции мы имеем... Простите, непонятно, статику выводите высокочастотную? Только высокочастотную? Только высокочастотную. У нас ушел древеск, если можно так говорить. Да, не важно. Такой сложный готовок описывает времена вот этого горизонта. Вот оно, t и t жительнаблюдённое. Затем мы производим вставку вот этого горизонта, перебирая его конфигурацию с скоростью над и под, чтобы минимизировать эту невязку. Эффективную модель получили. Это был способ 1. Я написал способ 1. Теперь, чтобы построить горизонт, который после напорного, дальше, начинаем уже делать миграцию. Миграцию делаем... Это вообще не первый способ? Так скажи. Продолжение первого. Да, это продолжение первого. Понятно. Здесь есть какая-то скорость b1, b2. Ниже задаём какую-то... И далее не надо. Говорите, что делать. Называйте процедуру. Здесь задаём руками какую-то скорость b3, которая может... будет нереальней. Но какая-то... Не надо пояснений. Миграцию делаем в этой модели. В трёхслойном уже. Раз, два, три. Здесь получаем какую-то синфазность. Вот она. Вот. Какую-то синфазность. Это была миграция в трёхслойной модели. Первые две скорости получили, а третьи неправильные. Неправильные, потому что, видите, готовы... Не надо... Вы говорите процедуру. Вызывайте. Получили. Дальше. Ну, нашли времена от него и решаем обратную задачу. Второй способ. Второй способ. Начало очень похожее. Первый? Нет. Всё. Закончили. Закончили. Начало очень похожее. Получили вот такие сейсмографы. Но здесь, кстати, тут неделя на две компоненты. Вот вся какая она есть, всю её оставили данной. Получаем... Не ввели. Ввели. Ну, как это? Ввели. Вот такой годограф. Вот такой годограф. Во втором случае имеем гиперболический годограф. В первом годах ясном тоже гиперболический. И... На основе этого гиперболического годографа, теперь у нас здесь вот трижды наблюдены такие гиперболы. Во втором случае. Мы снова имеем времена от него. Гиперболические. Уже гиперболические. Уже гиперболические, как раньше. И делаем снова перебор 2-1-2-2. Вот этой границы. Минимизируем невязку. Получаем эффективную модель. Она будет другой. У нас будет... Граница может... Конфигурация поехать. Положение поехать. В-1-2-2-2-2. Потому что времена будут другие. Не надо летать. А дальше всё так же. Как и в первом. То есть... А с миграцией вы вообще отказались? Нет. В 3-2 способе тоже. Задаемся здесь какой-то скоростью. Если мы хотим дальше на изображение. Дальше уже. Мы задаемся неправильно. Сделаем миграцию. Оцениваем нашу схематику. Находим времена. И решаем, правда, что дальше следует. То есть отличие между первым и вторым. Лишь в том, что в первом у нас был готов гиперболистый. Но гладкий. А во втором он был гиперболический. То есть сверху экстрематику. Ясно, да? Так, ясно, да? Вопросы. Вопросы ещё есть. Скажите, поскольку вы детально нам рассказывали два вида действий, вы ничего не сказали о защищаемых положениях хотя бы? Очень грубо. Чёрно, круто так. Вот первые два положения, они вытекают в первой части доклада, когда мы только вводили в способ кинематики динамическое преобразование. И первый способ для нас была трехслойная 2D модель. Там мы первый стой замещали статикой. Это длиннопередный статик, можно сказать, потому что очень плавная была форма, подошва. Когда мы ввели эту длиннопередную статику, у нас модель получилась неверно. Вот это и вы будете первым налогом. К тому же, в первой части доклада у нас были искусственные подвижки, сминированные по плюс-минус 10 миллисекунд. Красный график, чёртый, синий. Эти подвижки в модель включить нельзя, потому что у нас такой пункт стеклян, чтобы они тоже у нас три модели синились. Их учитываем с помощью обычных кинематики. А третий способ, это третье положение, это из второй части доклада, когда у нас сводилась реализация контурграфов. Понятное положение коррелирует с более или менее методами. Так, ещё вопросы. Мы видим вопросы вложенные. Благодаря вас, присаживайтесь. Тогда слово научного руководителя Жукова, так сказать, получим. Игорь Васильевич, который был научным руководителем Решатом Дотовым. Извините, вы не могли бы его выйти из-под цвета? Вот так вот, да. В какой-то степени он определил, во-первых, тему, какую защищалась уровня Решатом. Во-вторых он достаточно чётко определил те задачи, которые возрастает. И в целом я уже принял продукт, который уже достаточно хорошо развивался. Причём хорошим коллективом, я бы сказал. Это коллектив, где достаточно известный учёный биофизик, Филипп. Вот. Силаренков – это известная фирма, которая сейчас разработала достаточно интересный и, наверное, единственный продукт импортозамещающий в части обработки с системными данными. И здесь он достаточно хорошо вписался, как человек, который проверял какие-то идеи, идущие от Лагурского, на основе моделирования. С которым он, на мой взгляд, достаточно удачно и хорошо справился. Работал практически самостоятельно, хотя консультировался. Ну, будем так говорить, что, например, в нашей компании как раз развивалось своё время и развивается сейчас, естественно, интерактивный подход. Вот. В этом плане некоторые дискуссии, в общем-то, возникали. Мы ни в коей мере не то, что не возражаем, а приветствуем, потому что просто статики нет, просто кинематики нет. Есть всегда комплексные задачи, которые нужно решать. Поэтому, и более того, я хотел бы, и будем так говорить, про качество личное, я бы сказал, замечательное, современный молодой человек, который занимается исключительно актуальной задачей. Одно дело, так сказать, море, где всё в этом плане хорошо, другое дело, суша, север, восток, восточная Сибирь, Якутия и так далее, где, на самом деле, грезлота, осуществление, травма и всё такое прочее. Поэтому эта задача... У нас немного специалистов, их по пальцам можно перечесть, которые этим серьёзно и более-менее глубоко занимаются. Поэтому ещё подсоединение ещё одного молодого человека, который, я надеюсь, будет вести дальше в этом направлении работу, считаю, что это очень здорово и хорошо. Поэтому я, ну, невзирая, может быть, на некоторое, конечно, почётче можно было доложиться и почётче формулировать, в общем-то, мысли, но, тем не менее, я считаю, что задача диссертации выполнена, и призываю, вот, включая север, голосовать за присвоение степени в депутатах. Спасибо. Борис Александрович. Слава вам. Отзывы. Ведущая организация. Рассматриваются со спортом. Рассматриваются в совете и положительное решение относительно качества работы с рекомендацией. Но, если вы не задавайте, то, наверное, сокращение времени, послушайте. В работе рассматриваются влияния неоднородно, Результаты гипотематической инверсии сейсмографии предложен способ параметризации гормографа от разложенной волны, позволяющей вещества для угольных соцетков гипидно-скоростной модели. В общем, актуальность подтверждается. Решение, поставленное в работе задач, связанное с преодолением математических трудностей, так и с эффективной программной реализацией соответствующих удействительных процедур сочетанием с используемыми программными комплексами и проверкой результатов работы над аквардным текстовым материалом. Далее идет разбор по главам. Есть замечания. Если не возражаете, я тогда и приглашу. Ведущая организация замечания. При рассмотрении типов неоднородности строения в первой части родной завтра ограничиваются рельефно-дневной поверхности, собственно, зоны малой скоростей, зоны и влияние факторов, изменяющихся во времени. Уместно будет заметить, однако, при этом, что не исчерпывается природа неоднородности, имеющая место в многослойной строении ВИЧ, в частности, в пределах европейской части России. За пределами исследований и диссертации остались возможности обработки и интерпретации данных природных волн, получаемых либо по специальным наблюдениям, либо по стандартным методикам. В третьей главе рассмотрен способ комплексной параметриализации годографа отраженной волны, включающей две составляющие гиперболическую и поверхностно согласующую гладкую компоненту статистическую. В качестве замечаний, пожелая, не следует обратить внимание, что для иллюстрации в себе собратно было бы использовать разностные карты, что существенно упростило бы анализ. К сожалению, при оформлении допущенной ошибки на странице 22.29. В общем, в заключительной части основные результаты диссертации работы получены лично автором или его личным участием. Сделанные завещания не снижают ценности. Результаты получены результаты, подводя итог, можно заключить, что диссертат выполнил заявленные теми и совершенные исследования, и представленные диссертации, представляя собой научно-квалификационную работу с соответствующими требованиями УАКа. И достоин присутствия ученой степени кандидата из МОК на УК. Значит, в совет поступило 8 отзывов на автореферрат. Три из них все положительные, три улогика без замечаний. Это БАС, РК УНИА, ГУБКИНО, КУЛЬНИЦКИЙ, ДВЕКО, ГЕОПИТИКО, БОЛЕДСКИЙ, УКОЛИН, ГЕОПИТИКО, БЕЗНИЦКИЙ, ДВЕКО, ГЕОПИТИКО, БЕЗНИЦКИЙ. Следующим замечанием ГЛАСОВ, БАШ, ГЕОПИТИКО, БЕЗНИЦКИЙ. как периодическое время периодической степени. Значит, эти термины без объяснений, что автор подробный бывает под этим, не очень понятно. Кроме того, в авторинферате в явном виде не рассмотрены размеры положения не одного в десяти, а особенно в коротком периоде. Денисов Гео-Лаб, доктор Фитман, алгоритм, описанный во второй главе диссертации, оказался аналогом алгоритма, который уже существует 20 лет до предшествующих авторами. Также из-за многочисленных последователей этого. Этот тварь ставит под сомнение достоверность утверждения научной информации. Второе. Диссертацию. Используя диссертацию в учебных алгоритмах, накладывает известные ограничения на алгоритмы, которые могут быть разработаны и реализованы. Так, при наличии велкомасштабных недородостей, в большинстве перестанут быть достоверными не только способом решения обратной задачи, но и сейсмическая миграция и обращенное продолжение нового поля или погружения. Третье. Гипотеза вертикальности руча, хода руча при поверхностном слое всегда в той или иной степени нарушается. Одним из главных побудительных моментов диссертационного исследования было преодоление этого недостатка, отказаться от традиционного алгоритма, в общем, коррекции и стать аналогом. Несмотря на это, в алгоритме, описанном в диссертации, мы явно в виде обнаруживаем использование критикуемой модели. Именно это не вязко. А именно не вязки времени гладкого почерного алгоритма и реальных периодов поступления сигналов, отраженных от опорного горизонта. В начале работы должна предполагаться геопитически поставленная задача. Затем нужно сосредоточиться на тщательной математической разработке. Суды по авторитератуму, в десятком капитации, и тематическим аспектам, где одно минимальное внимание, и больше половины текста. Посвящено описанию результатов обработки моделей и реальных данных. Леонберг, с этапами других, практически значимо сформулированная соискателем не вполне удачно, поскольку для повышения пациента успешности гораздо важнее методическая адекватность системы наблюдений. Имеется замечание к первому вращаемому положению некорректности аппарата статики применителя высокой скоростной и однодорожности, включая Иль-Е. В одной из данных случаев, что этот вопрос достаточно хорошо посвящен в открытых источниках, в червях, в долгих сессуях, поэтому первое обращаемое положение, опять-таки, имеет смысл только в рамках базового методического прохода построения моделей, основанного на пластовой инверсии и допущения локально-однородной модели СНД, в которой реабилируется искатель. Козырев, научно-производственное объединение, спецгеопедические системы в данных. Рассматривается модель с постоянными пластовыми скоростями, в то время как более общий случай был бы вариант с переменами в искательстве. Относительно в компоновке работы можно заметить, что смысл выделения четвертой главы не вполне герса. Пятый глава. Подтверждают возможность применения предлокальной методикой реальных данных, полученных на север-западной Сибири. Однако по сравнению с рамп, по сравнению рамп, притомных учёта неоднородных данных отсутствий, как и данные мерения, необходимые точные сопоставления. Коротков и физический стеклят в качестве общего. Замечания по работе можно отметить некоторый перекос в сторону моделирования избыточного тестирования предможного подхода. Достаточно простых пластовых моделей. Все замечания. Хорошо. У вас вопрос. Борис Александрович, кто там про волновые качества больше? Не много замечаний. Волновые, что молнии лучше, а волновые? Это Денисов. А, Денисов, да? Да-да. Действительно. Вообще человек, он не... Я не могу. Я не могу. Подождите. Надо на свободе, время до сих пор. Сейчас вопрос не будет. Так, Борис Александрович. Если интересно, я попробую. Еще раз. Мир, я достаточно. Я просто надо. Главное? Да. Подключай, пожалуйста, вопрос. По озвучению предыдущей организации, что не было рассмотрено и траппы. Вообще говоря, они не упоминались. Значит, в обведении, где говорили, что траппы тоже являются проблемой в Сибири, они не рассматривались потому, что, во-первых, они могут быть, в своем проекте, как похоже на зону многолетней мерзки, по-моему, скоростные оборота вверх через разрез. А во-вторых, когда мы делаем реконструкцию, здесь не производится разделение неодородностей по их типам. Строится эффективная модель ВЧР, которая не описывает реальность, но для всех кинематических планет. Поэтому разделение неодородностей по типам не нужно. То, что не использовались преломленные волны. Ну, согласен, в настоящее время головные волны — это основной инструмент для построения модели ВЧР. Только когда строят такую модель ВЧР, ее зачастую трудно использовать для построения глубинной модели, ниже лежащей толщи, уже по отраженным волну. К тому же, когда делаем коррекцию статики по преломленным волнам, всегда требуется дополнительная итерация коррекции по отраженным волнам. Поэтому обширный вопрос, связанный с холодными волнами, остался за рамком исследования. То, что я не использовал разностные истинные карты. Ну, вообще, они использовались в главах 2 и 4, когда обрабатывались модельные 2D и 3D данные, в третьей главе это единственное место, где эти разностные карты не используются. Так, замечание Бласова. То, что не делается, разъяснение, что такое длинный период, на короткий период, на средний период, на статика. В автореферате это, да, не разъясняется, а в диссертации по обведению, по обзору литературы, в такой момент есть. Вообще, говорят, это разделение всегда условное. Понимаем, что одна и та же неоднородность может быть, как длинный период для отражений, которые на малых временах, потому что там эффективность длинного остановка короткая. Поэтому это условно термин. Также во автореферате второе замечание не рассмотрены размеры положения неоднородности, особенно на короткий периодах, соответственно, возможно из-за их счет искажения волнового поля. Во автореферате, да, они рассмотрены, но этот анализ делался во второй главе диссертации. Именно вторая глава, она наименее подробно осуществлена во автореферате. Денисов отмечает первое замечание, что утверждение 1 в перечне научная новизна, это аналог работы ОЗО УИМОЗа, Ломбария, Робен, ГИОМ и других людей. Вообще, автор отзыва отсылает к опыту коррекции ВЧР, базирующихся на работах ОЗО УИМОЗа и его последователей. Далее речь идет о кинематических вариантах, в которых упущена идеология кинематики и динамического преобразования. В результате ставится под сомнение научная новизна. Но надо сказать, что в такой рот вопросов всегда важны детали. В общем, кажется, что методы похожи. Однако кинематические, динамические преобразования – инструмент построения среды и коррекции ВЧР. То есть этот инструмент становится частью процесса, а не отделяется от него. Построение модели ВЧР отсутствует здесь как задача. Здесь важна задача учета ВЧР, а не построения модели ВЧР. Если отдаваться на детали, то нужно обсуждать способ построения талонной идентификации подвижек для сложного ротографа, полученного в результате кинематики и динамического преобразования. Методикой работы с этими данными в площадной системе, которые освещаются на пересеквате с аналогами существующих пакетов. Второе его замечание заключалось в том, что использовались лучевые алгоритмы, и это большим препятствием для включения в модель аномалий, которые имеют размеры меньше, чем в одну волну. Не включение в модель аномалий, которые имеют малую размеры – это не результат ограничения лучевого алгоритма, а это следствие невозможности корректно описать и оценить модель для столь подробного описания поля времен. То есть у нас нет таких данных, чтобы ни одной разностью создать. И вообще сяточные модели хороши только когда результаты иллюстрации хороши, когда у нас модель точная, однако на практике обычно они сомняты. Затем от Дениса включает метод, третье значение, что используется в положении буквальности луча. Ну, да, оно используется, но здесь остается апеллировать опыт стесноразъемки. Ведь когда показана эта сейсмограмма, после ее упрощения, когда она вытягивается, это факт давно замеченный физиками, но хотя не доказан математически. И еще рецензент отмечает, что для модель наблюдений всегда обеспечены такой дискретностью, что можно построить модель УЧР. Но в 2D может быть и да, дискретность подобная. Но в 3D у нас шаги между линиями взрывов и приемом сотни метров, поэтому модель УЧР построить невозможно в принципе. Четвертое замечание то, что в виду стандартной схемы математической проработки, что это не доказано с помощью математики. Недостаточность математического обоснования, обусловленных существом, рассматриваем их задачи. В основании фактов, на которых зажжется работа, возможна лишь форма неоценная. Факты неточные, которые могут быть проделаны только для предельных простых случаев. То есть в общем, в случае доказать всю методику, что она работает для произвольно устроенной среды, это очень непростая задача, если вообще возможно. Долгих, первое замечание, что неудачно сформулирована практическая значимость. Дмитрий Иванов отвечает, что гораздо важнее не методика обработки, а методика планированной технической работы. Ну, здесь я занимал позицию обработчика. Вообще говоря, да, первостепенная роль, это у нас как данные были получены с какой системой наблюдений, а затем уже обработка. Но это выходит за данные беседования, поэтому не надо сделать. Второе замечание долгих, то, что первое защищенное положение, тема некорректности аппарата статики применительных высокочастотных неоднородностей ВЧР освещена в источниках черняк, долгих засорий. Здесь речь идет не о лучшей новизне, а о месте уже с хорошо известной проблемой в контексте задачи учета ВЧР в общей технологии построения МКС. Козырев, первое замечание. То, что рассматривали свои постоянные пластовые скорости, неспеременные. Вообще-то говоря, постоянные пластовые скорости были в главах 2 и 3, а в 2 и 4 была как раз переменная, у нас переменная скорость, потому что было показано обработать еще на презентации. Компоновка работы, второе замечание Козырева, что смысл выделения четвертой главы в отдельную главу не ясен. Это еще один модельный пример, который похож на главу 3. Но вообще говоря, выделение этого в отдельную четвертую главу по диктору на логике работы. Там у нас сложная копиксная модель, она приближена к реальности. Модели статики здесь точно не работают. Аномалии типичные для региона. И если до этого были какие-то простые случаи, которые не похожи на эти модели для реальность, то эта модель почти реальна, но и не совсем. То есть она отлично вписывается между идеально реальными данными, и истинно модельными, и истинно реальными. То есть занимает промежуточное место. Поэтому в отдельную главу унесено. Пятая глава, второе замечание, подтверждает возможность применения предлагаемых методик к реальным данным, полученным на Севере и Западной Сибири. По сравнению разных методик не продемонстрировано, вследствие отсутствия данных в курении. Ну да, сравнение результатов решения обратной задачи на реальность данной программы не было бы разным. Так как это все достаточно, но не было данных, и результат в реале был сложным. Коротко. Одно замечание. То, что акцент сделан на модельные данные, а сделано как? Потому что несомненное преимущество модельных данных в плане верификации результата. Ответ может быть проверен в приходящей площадке. Понятно. Сейчас закончим, да? Уважаемый учлен Александр, вы получили ответы замечательные. Видимо, да. Тогда мы продолжим наше подтверждение работы, и я предоставляю слово оппоненту, наверное, присутствующему здесь, по-русому Александру Борисовичу. Спасибо. А потом, наверное, зашли вшим минуту, Каштану Борисовичу. Если можно, я очень коротко скажу. Работа мне очень понравилась. Я занимаюсь оценкой качества работы и планированием системно-разведочных работ, поэтому я подходил к работе с точки зрения проектировщика. Какие результаты с точки зрения обработки подъявляют требования к процессу планирования и проектирования работы. И, в общем-то, здесь достаточно в работе точно и четко описаны процедуры, применяемые автором при построении модели и при восстановлении глубины скоростной модели среды. Мои замечания в отзыве в основном относятся к терминологии и призваны в основном помочь понять, как на практике использовать этот подход и эти рекомендации. В частности, есть замечание к практической значимости, что ее следовало и можно было бы расписать гораздо более детально, не широкими мазками на уровне миллионов долларов и стоимости скважины, а оценив возможный экономический и биологический эффект и разработанные технологии с учетом небольшого удорожания обработки за счет применения более сложных порцелуй. Последовательно, снижение рисков прибурения на моделях и реальных данных, поскольку все материалы в работе есть для того, чтобы сделать этот вывод. И есть, на мой взгляд, недостаточно корректные термины определения. Аккуратность описания поля. Не даются градации, которые позволяют судить, что такое аккуратное, что такое неаккуратное описание поля. Используется термин лучевое моделирование в истинных амплитудах. Здесь очень полемический вопрос в целом, насколько лучевое моделирование нужно давать истинные амплитуды. Не очень понятно, какое приближение уравнений использовалось для определения отклика коэффициентов от отражения от применения границ. И маленькое замечание по статике. Концепция чистой статики в виде совокупности случайных двигов не соответствует терминалистическим и многофакторным моделям системической трассы. И непонятно из текста, увязывая ли мы эти случайные сдвиги, если ПВ и ПП находятся в одном и том же месте. Одинаковый лист двиг в введенных моделях. Или разные, поскольку это может быть случайным. И последнее замечание, что фланговая расстановка в системе разведки в последний год не применяется. Основная центральная система наблюдений. Для моделирования понятно, что они симметричны могут быть. Но в целом в центральной расстановке замешиваются разные пары трасс с разными удалениями. И с одной стороны это дает дополнительный инструмент анализа точности статопоправок, с другой усложняет систему уравнений статики. Было бы интересно просто увидеть в качестве пожеланий, как центральная система на этот период. В целом диссертация представляет собой законченную научно-исследовательскую работу, которые решены актуальной задачей повышения точности восстановления модели среды за счет коррекции сейсмической записи за влиянием с верхней части разреза. Результаты научно-нравновых показательные значения очевидны. Положения вывода обоснованы, подтверждены на модели псевдореальных и реальных данных, было сопоставление с традиционными методами коррекции статических поправок. Публикации отражают результаты работы, и содержание литерата соответствует основным положениям диссертации. Замечания, которые я сделал, носят рекомендательный характер, и практическую научную значимость полученных авторами диссертации снижают. В таким образом я считаю, что диссертация отвечает всем пунктам раздела критерий, которые должны быть в результате диссертации. Положение обоснования ученых степеней заслуживает присвоение ученой степени кандидатов из БАТНАУ по специальности 25.0.20. Спасибо. Спасибо. Гришев, вы мне что-то крайне сказали. Оно вообще не отвечает. Вам было все сказано, что все замечательно. Вы согласитесь с тем, что вы их делите в дальнейшем в работе? А как это сделать? Более подробнее. А зачем? Ну, уж. Вы согласны с этими результатами замечательными? Да. Вы не будете возражать? Нет, сразу за двоих. Тогда, товарищ Александр Александрович, будете давать? Отзыв второго оппонента – это Каштан Борис Матвеевич, доктор Физман Мау, профессор Пациент Петербургского министерика. Да. Может быть… Раскутный отражатель тоже мне там сокращения. Константирующую часть, где смысл отпустите. Работа посвящена классической актуальной параметре учета верхней части системического разреза. Обыск. В особенности актуально появляется построить алгоритм, сохраняющий амплитудно-кинематический параметр полезных отражений. Да, идет отбор по главам. И, собственно говоря, можно перейти к замечаниям, которые сформулированы годами. К сожалению, в диссертации не управлял эта работа Карапыша и Шварцмана, которые в 80-е годы внесли важный вклад в решение задачи коллекции статики. Второй сформулирован новый подход к коллекции, причая основанной на вкладе нейтрализации годографов в глубинной области после выполнения миграции. Предложенный подход устойчив к ошибкам отраженной модели при выполнении глубинной миграции. Следует отметить, однако что такой подход к прослеживанию осложненных годографов отраженных волок он впервые был предложен в 1973 году в работе с Петрушением на Карапский замок, который вместо термина миграции использовался и выражение продолжения волновых полей. Третья достоверность в работе обосновывается результатами математического моделирования. При этом моделирование и обработка волновых полей реализуются одними и теми же алгоритмами и программными комплексами. Более убедительным было бы использование качества независимых псевдореальных данных и результаты численно моделирования волновых полей, например, методом конечных различных или конечных элементов. Выводы автора основаны на простовой модели. В работе отсутствует анализ применимости писания капиталов суперпозиции простой аналитики и поверхностно согласованных подвижек в различных классах сейсмических моделей. В качестве последующих исследований хотелось бы пожелать автору рассмотреть вопрос об деянии ВЧР на амплитудные искажения полезных в области. В заключении работа написана ясным языком. Результаты полностью соответствуют цели и задачи диссертации, соответствуют заявленные специализации, автореферант отражает содержание диссертации. Результаты полученной диссертации являются новыми и в достоверность подтверждается математическим моделированием. Представленная работа соответствует всем требованиям, действующим в положении ВАК о порядке присуждения учебных степеней. Работа заслужит присуждение учебных степеней в области ВАК на руку. Спасибо. Теперь Вы можете ответить. Первое замечание, что не упомянуты работы Шварстана и Каракуша. Обзор литературы ограничен и он и так занимает немалую часть работы, 39 страниц. Хотя, например, монография Коха или Кохса 1999 года, которая целиком посвящена статическим поправкам, занимает объем более 500 страниц. Поэтому рассмотреть все работы, конечно же, возможности не было. Второе замечание, что сформулирован новый подход к коррекции влияния ВЧР основан на периметризации гоноков в глубинной области после выполнения миграции. И такой подход уже был предложен в 1973 году в работе Петро Шинина-Нахамкина, которые вместо миграции использовали термин продолжения волнового поля. Петро Шинина-Нахамкин много сделали в теории продолжения волнового поля, но они никогда не рассматривали миграцию в заведомо неправильной и неадекватной модели. А именно это происходит в тематике динамичного преобразования. Кроме того, хотя продолжение волнового поля делается на основе миграционного оператора, все-таки это иное преобразование имеет различные свойства. Например, первый свойств в том, что для осуществления продолжения нужно иметь хорошую дискретность данных, как по пунктам приема, так и по пунктам взрыва. Реальные данные, они обеспечивают нам такую дискретность по пунктам приема, но не обеспечивают такую дискретность по пунктам взрыва. А миграция, наоборот, не столь требовательна к пространственному шагу эксклюзации, поэтому она работает, можно сказать, почти всегда. А второе свойство отличия между миграцией и продолжением волнового поля состоит в том, что при наличии высокочастотных составляющих в трассах миграция позволяет накопить низкоческотных компонентов, а продолжение волнового поля используется в таких случаях затруднительно. Таким образом, продолжение волнового поля и гидерации не одно может. И третье заключение, достоверность выводов в работе обоснованной с результатами математического моделирования. При этом моделирование в обработке волнового поля реализуется одними и двими же алгоритмами, и нет, например, не показан мер конечных разностей, технических переменов и так далее. Для этого нужно использовать сеточные модели. Это невероятная присутствовательная расчетная задача. К тому же, если у нас модель ВЧР очень сложная, то тогда время счетов еще более усложняется, из-за того, что нужно сгущать сетку ВЧР. А в третьих, у нас задача была исследование кинематики отраженного поля. И здесь нет принципиальной разницы в динамике использовавшегося волнового поля. Четвертое замечание, то что выводы основаны на классовой модели. И отсутствует анализ применимости описания катографа в суперпозиции простой аналитики и поемца согласованных подвижек. Вопрос применимости описания катографа для разных моделей средств – это важная задача. Выбор типового модели, скоростная, то есть пластовая или более общая – это не принципиальный вопрос. По крайней мере, на кинематическом уровне. Нет было таких различий. И давно замеченные свойства геофизиками упрощательства, основные сделки, которые у нас упрощают годовы, которые не описываются вместимыми, когда статика пригодит принимать. Это всегда был источник реакции. Но этот факт можно использовать в работе, когда вы показали, в областных гармонизации газов. И первое замечание, то что хочется пожелать посмотреть вопросы о амплитудах и искажениях. Но да, этот пункт есть в среде этих перечней дальнейших исследований. Спасибо. Так, замечаний на паркутах нет. Да, продолжим наши исследования. И форма такая очень резкая исследование не будет работать. А приятный. А приятный. А приятный. А приятный. Ну, во-первых, хочу сказать, что статические поправки и учёты вверх, то есть к позже. Это уже, так можно сказать, с одной стороны избившие оскобленные задачи. И когда просто так их говорят, думают, что что-то нового ещё можно придумать, уже столько людей этим занимаются. А с другой стороны, каждый раз вот этот длинный период статика, СЧР – это особая задача, каждому району своё. И самое главное – это не решается теми легко продвинутыми системами разработки, которые, вот, суммирование ОГТ, всякие фильтрации, там, миграцию, там, всё автоматически в режиме, если столько уже программ, и то более, и так далее. А вот, когда дело касается МЧР, это всё индивидуально. И вообще, на мой взгляд, автоматически на все случаи всегда это вообще нерешаемая задача. Поэтому задача актуальна, своевременна, и Решат этим занимался, и он действительно очень глубоко копал. Я хочу сказать, что когда мы слушали его предпосчитывание кафедры, как давно было и хорошо забыл, он, конечно, гораздо дуже доложил. И там было очень много непонятного, мы его опять питьковали. И вот сейчас он, вначале, на мой взгляд, очень хорошо изложил, и ясно, понятно, в чём задача, что он делал. Но он, конечно, питался, своими рассказами уже нас всех замучил. Долго-долго выступать ему ещё надо учиться, учиться. Но это, вообще-то, остаток, ошибка многих молодых учёных. Они хотят рассказать всё, что они делали, но я и сам, вроде, такой был тогда-то. Ему ещё докладывают учиться и учиться надо. Ну вот, в качестве замечаний, я вот тут пока сидел, можно ещё раз говорить, выносимые на защиту положения, я сейчас все видели. Смотрел, и получилось так. Все третьи положения начинаются с «если». И ещё я бы хотел сказать, я не буду уже по сути тут критиковать, хотя можно. Вот, везде сказано, есть ли, есть ли, да? А сам метод восстановления разреза или построения ГСМ, как бы здесь даже не сказано. Хотя он многократно ссылался на способы Глаговского, а запрещение как-то... Но это точно не успел. Ну, не знаю, вот это меня немного запрещает, хотя уже поздно. И там уже в этом решении тоже чуть-чуть надо будет поправить. Ну всё, а в принципе, такой человек настойчивый, так долго работал. И вообще-то большой специалист уже стал в этой области, поэтому, естественно, достоинство. Ну, все соглашаются с тем, что задача очень сложная. Я много, уже десятилетий её решаю. Она действительно нерешаема принципиально, потому что, ну, в рамках вот линейной исходной модели, мы приходим к необусловленной системе уравнений. То есть есть нуль многообразие в этой матрице, в рамках линейной модели. И без априорной информации его ничем, так сказать, восстановить невозможно. Вот. А теперь я хочу сказать крамольную мысль. А может быть и бог с ним с этим многообразием, потому что вот начало было у вас очень хорошее. Последние годы гигантов нет. Нам надо искать, так сказать, малоамплитудные и малоразмерные структуры. И с этих позиций низкочастотные колебания, так сказать, вот этих горизонтов, которые не усилят половить и установить, они мало назначены. Поэтому всё, что делается в рамках повышения точности, хотя бы обусловленной части, это замечательно. Вот. Теперь. И в рамках вот именно для решения таких сложных задач вполне, даже если это чистое моделирование, без опробов и на реальном материале, это всё правда. Потому что оно позволяет оценить, вообще увидеть, почувствовать, а в каких пределах мы можем ошибаться. Вот. То есть мы получаем наконец представление о том, что вот те примеры, которые существуют. Но, к сожалению, значит, вот форма представления результатов, ну, она недостаточно чёткая. В частности, мы видим вот картинки, исходная граница, вот после решения задачи мы получаем такую границу. И там, действительно, где-то ужасное расхождение по абсолютным значениям времён. Вот. Но вопрос, что вообще интересует геологов, прежде всего, не в этом, а в том, есть ли структура 1, какая я могу задавать, ну, и какая её площадь 3. Вот, если бы на этом уровне, так сказать, давать ответ на эту задачу, то стало бы ясно, что то, что делается, эти методы, они, в общем-то, неплохо работают. И, ну, с каким-то приближением дают ответы на вот эти вопросы. Вот. Ну, я заговорил о представлении наших результатов. Ну, вот, я, так сказать, долго мучил диссертанта насчёт того, ну, хотя бы последовательность процедуры. Вообще, обычно, когда есть какие-то различные алгоритмы, рисуется блок схемы. Простая версия. Вот такая операция, вот такая операция, там, возврата, если нужно и так далее. Ну, достаточно было для каждого из подходов провести блок схемы, и не было бы сложности. Вот. Ну, и на заключение я вот ещё о чём хочу сказать. То, что замечание Денисова насчёт того, что ей ставить под сомнение новизна, мне кажется, там совершенно неправильно. Значит, автор не претендует на то, чтобы, так сказать, вот он даёт какие-то, новые частные алгоритмы, которые позволяют эту задачу решить. Вот. Его цель заключалась только, чтобы выработать некоторую методику. Вот. В каком порядке, в какой последовательности составить исследственный алгоритм, вот, для того, чтобы получить, ну, наибольшую, наилучшее приближение, так скажем, к правильному решению. Я думаю, что он с этой задачей справился, показал действительно. Вот. То, что стомулировала такая методика, и отговорено, для каких случаев всё лучше пользоваться, это очень важный результат. Вот. И, в общем, при составлении этой работы проявлено чувствуется глубокий, если сказать, знание во всех тех методах, которые применяют для того. И, действительно, данный, так сказать, ну, хотя бы на качественном уровне, отговорено, моделирование, оценки того, что можно ожидать вот для таких сложных моделей среды. Я считаю, что результат вполне расслуживает предвождение муниципалитета. Все. Еще раз. Виктор Иванович, опять же. Ну, буквально, два слова. Значит, поскольку я всю жизнь проработал в морской системе развития такого статика, считается, что статика, это вообще дело такое, или можно не обращать внимания, да, долгое время считали, сразу же салонки, да. Все мордивцы геофизики, вообще, все в Валенте и Вкарское море покрыли бестатики, и даже даже губы в себе не заморачивали, и считали, что это правильно сделали. Но когда перешли губы и залебы, да, всякие там, где мерзлота, там, и прочее, там, естественно, башбов было очень много, и все эти вот, в стороне Северномыска, Чудоякинская и много других, были искажены прилично. И там, хочу сказать, фланговая система наблюдения – это главное, никаких центральных там быть не может, да, в принципе. Поэтому, как бы, это не совсем верно тезис, что, как бы, они отходят, они им всегда будут вновь, да. И вот момент еще такой, то есть, бесспорно, никто не оспаривает вашу целью проблему. Вот чувствуется некая незавершенность в исследовании, когда мы видим очень много модельных примеров, и не видим реальных результатов. Но автор нам говорит, что, ну вот, потому что по реальному трудно сравнить, что, как да что, да. Ну вот, а на самом деле можно было бы это, ну, в работе, может быть, как-то слабовано показано, и вы петите здесь. Вы возьмите какой-то очень показательный, практический профиль можно было бы взять. Вот мы по стандартам не искали, а вот ввели один-два по спросу, да. И посмотрите, тогда мы его обсуждали уже, знаете, в живое обсуждение. А так мы обсуждаем модель. Какая лучше, какая хуже. Хотя, вот, практически, примерно точно нам не мешало. Вот, ну, собственно, все равно, как работа, как квалификационная, дополчено, видно, что автор владеет ситуацией, вполне созрел для того, чтобы по всем свящающим меркам получить искомую стилю. Спасибо. Пять копеек, абсолютно немножко. Как случилось, когда поучил эту авторику, я думаю, ну, что там такого? В ОЧР я занимаюсь уже почти без... 60 лет, без мамы. Сперва с Николаем, где-то там, в Тадыкистане. Потом гибрационные методы, там, влияние в ОЧР, гибраторы. Теперь вот сейчас смесь анекронирования. Везде-везде есть целый большой класс. Называется с фикс-моразведкой, мало-глубий. И там огромный, совершенно как гордый ученый. Я взглянул в литературу, смотрю, боже мой, ни одного знакомого человека там нет. Все совершенно другое. Абсолютно другое. И вот для меня уже большой вопрос. Вот как так можно, вообще говоря, вроде бы в ОЧР, нефтяная сельско-моразведка совсем по-своему смотрит на это, а инженерная сельско-моразведка сельско-моразведкой совсем по-другому. И они не пересекаются с дважды массивами. Так что для меня это большая теперь, так сказать, главное и большая. Вот сможет сочетать это все. Я абсолютно присоединяюсь к тому, что было сказано хорошего о диссертанте, он до того, что даже слежки, я бы сказал, до того, что всех утомил с вами этими самыми. Но, в принципе, то, что я сказал, это очень интересно. Как вообще сочетать диссертанте? Одно и то же. Мы же смотрим в ОЧР, а подходы разные. Спасибо, пожалуйста. Представьте. Меня зовут Силаенко Валек. Я работаю вместе с Силаенко Валек. Мы работаем вместе с решатом. Я, наверное, могу на какие-то вопросы и пояснить, почему, например, какие-то вещи не были показаны. С другой стороны, хочется начать свое выступление с большой благодарности Кафи, которая выпустила такого замечательного специалиста. Значит, мы очень довольны, мы вместе работаем. Значит, он проделал очень большую работу. Понимаете? Можно по-разному докладывать тематику, можно ставить гораздо более эффектно акценты. Понимаете, в чём дело? Такая работа – это огромный труд. Все понимают, что самая сложная часть любого благодарности Кафи – это приведение данных, описание первичного поля. То есть, как собрать эти несчастные гибербы или что-либо ещё. Это сложная, кстати, самая большая проблема. На море в том числе. Борисово море – мерзлота, врезы, верхний газ и так далее. Готовь принципиально гибербы. То есть, эта задача, она была сформулирована непосредственно производственным необходимым. И довольно давно разрабатывалась. Решат в этом деле всегда участок. Очень активно. И эта тема его интересовала. Мы ему сказали – давай, когда эту тему формализуй, опиши. Это та работа, которая будет интересна и достойна. Нам кажется, что это так и вышло. Второй момент. Почему мы не можем всё показать? Тут не можем показать. Понимаете, это такая проблема. Потому что есть и техные профиля молодёров с нефтевских. То есть, надо получать разрешение. Это очень непросто. У нас есть красивые профиля морские. Там первый раз остатулись ровно за той необходимостью, что включив сложные неодородности в верхнюю часть разреза, в виде верхнего газа, мерзлота и так далее, мы получаем гиперболический гадограф, а высокочастотка всё равно остаётся. Данные немножко дребезжат, потому что это 2D-профили в сложной среде и так далее. Надо их немножко подмазить. К. К, которая в сложной форме. Надо вернуться назад со сложной кинематикой и посчитать статику от сложно параметризованной кинематики. Собственно говоря, вот эти задачи формулируются непосредственно в производственном процессе. И кандидат в этом процессе участвовал постоянно. То есть это постоянная, каждодневная работа практическая, и кандидативно человек занимался формализацией этого процесса, описанием этого процесса, и выполнял большую работу по представлению этой работы. Поэтому ещё раз спасибо кафедре. И ещё второй момент. По поводу теста. Понимаете, в чём дело? Это интересно смотреть на тесте. Вот когда вы смотрели вот эти разные тревые, там ведь не время, это глубина. И там не такие большие масштабы. Это 10-15-20 метров. Но этот тест, это очень интересная работа, потому что башнефть вложил туда свои проблемы. Они ещё структурой 15-20 метров. Для них вот эта вот флуктуация и размер структуры, полкилометра и 20 метров амплитуды, это то, куда они гулят. И когда они это увидели, они поняли, что это ужас. То есть, понимаете, в чём дело? Они же одинаковые. То есть, эти реплики одинаковые. То есть, динамика одинаковая, миграция справляется со всем. Вот эти 20 метров разницы можно видеть только на модель. Как вы покажете, то есть, нужно либо очень плотное бурение, чтобы сказать, что да, действительно, когда мы статику внесли в данные, то мы получаем погрешность 20 метров дополнительно. А когда мы её более аккуратно используем, да, в знаниях временах, мы получаем меньше погрешность. Надо плотно разбурить, плотность метров, не знаю, там, стоп. Тогда вы это можете доказать. Иначе вы должны смоделировать структуры, показать, какая методика эффективна, а какая нет. Альтернативы просто нет. В данной постановке у нас просто любой альтернативы. Мы должны делать модели геологически содержать. на них оценивать методики, по-моему, но это вот очень значимо сейчас работает. Спасибо большое. Спасибо. Так, ещё бывающие есть? Ну, бывающие бывшие. Тогда вы, опять-таки, прежде чем предоставить заключительное слово к сыскателю, я предлагаю избрать ещё одну помиссию, вернее, оставить ещё одну помиссию той, которая у вас возникнет. Спасибо. Мой Игорь Павлович. Мой Игорь Павлович. Ты убить за руки у меня сказали. Нет возражений? Нет. Возражений нет. Ещё раз напоминаю вам, что вам грозный проект заключения. Валерий Грифьянч сказал, что вам надо будет ввести поправки, и это мы с вами внесем после того, когда вы пойдёте голосование. А сейчас я прошу ещё конкомиссию... а, без слова. Без пяти. А, без слова. Сейчас, одну секунду. Значит, я прошу вас извинить. Всё-таки надо мне ставить заключительное слово? Пожалуйста. Ну, сначала, первый год у меня, моим научным работителем был Виктор Васильевич Калинин, его, к сожалению, не стало. Непосредственно по работе мы с ним не особо успели поработать, однако все те лекции, которые были в процессе учения в университете, они, конечно, были без цены. Затем руководителем стал Кружок Александр Петрович. Ну, и консультантами мы являлись, ссылаем как Валерий Александрович, Фиников, Дмитрий Борисович. Честно сказать, надо, что без их участия, конечно, написание этой работы было бы невозможно. Поэтому спасибо вам всем большое, спасибо вашей кафедре, друзьям, которые помогали, и маме, которые всегда верили в меня и поддержали. О, Макс. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...